Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, Иван Сократович, позвольте поздравить вас с такой датой, 70 лет, конечно, онкологической службы, это институту, это очень такая значительная, серьезная, в это время уже говорят, что с возрастом приходит мудрость, иногда возраст приходит один, но это точно не про ваше учреждение. И это ответственность, великая ответственность. Относительно которого мы будем и должны принимать какие-то решения. Важно, чтобы тот врач, который работает в любой медицинской организации, любой формы собственности, исполнял те документы, те правила, те стандарты, которые необходимы для того, чтобы пациент получил нужный объем медицинской помощи. И, соответственно, если говорить о фонде обязательного медицинского страхования, медицинская организация получила соответствующую оплату. Поэтому вот точно не самый краеугольный вопрос. Другой вопрос, что конкуренция, наверное, в здравоохранении тоже не самоцель. Потому что, опять же, мы говорим о том, что главная и главная задача сегодня на территориях органов управления здравоохранением, это создать такой ландшафт медицинских организаций, которые должны обеспечивать права граждан на медицинскую помощь. При этом не цель, опять же, еще раз создания конкуренции. Цель – достаточность сети медицинских организаций. Спасибо. Ну вот, Елена Евгеньевна, вы так плавно вошли уже в свою миссию спикера. Я теперь только представлю название презентации вашей. Доклад называется «Государственная информационная система ОМС как возможность обеспечения единого контура в системе финансирования здравоохранения». Пожалуйста. Спасибо, Иван Сократович. Но, коль уже мы так начали, действительно, я бы хотела остановиться на некоторых аспектах. Павел Сергеевич говорит о том, что сегодня главное – это пациент. И, безусловно, мы сегодня строим информационные системы и в фонде ОМС, и в Министерстве здравоохранения, и вообще все органы власти сегодня ориентированы на создание информационной системы. Во главе которых стоит тот клиент, тот гражданин, тот человек, пациент, если мы говорим о системе здравоохранения, ради которого, собственно, и существует отрасль. Поэтому, если вот так совсем сверху посмотреть на систему и на информационные технологии, которые должны сопровождать процессы, то нам важно, чтобы мы понимали, какие сервисы, ориентированные на человека, должны быть в системе, какие процессы должны для этого быть автоматизированы и позволять врачам, сотрудникам финансовых органов, страховым медицинским организациям реализовывать свои функции в целях удовлетворения потребностей граждан, и какие, собственно, результаты мы можем получать, как мы можем их анализировать и как мы можем применять их для дальнейшего планирования и наиболее эффективного расходования как ресурсов финансовых, так и кадровых ресурсов и других необходимых составляющих для организации оказания медицинской помощи. И здесь, на самом деле, крайне важно, та самая пресловутая маршрутизация, как бы иногда не хотелось представить ее с точки зрения привязки, что ли, человека к какой-то медорганизации, вот никоим образом и никоим разом, но понимание четкой схемы возможного движения пациента внутри системы здравоохранения крайне важно как самому человеку, так и врачу, так и страховой медицинской организации, ну и, безусловно, конечно же, органам управления здравоохранением. Поэтому вот ключевым и краеугольным камнем, на самом деле, должна стать система маршрутизации, причем эта система маршрутизации действительно должна стать цифровой. Есть для этого различные инструменты, и если, вот как Павел Сергеевич говорит, мы совместными усилиями будем это делать, то на качественный новый уровень, конечно, мы сможем поднять саму процедуру сопровождения пациента, саму процедуру сопровождения и медицинских информационных систем, и тех результатов, которых мы хотим достичь. Ну и, собственно, этот вот клиентский путь, он как раз, этот слайд иллюстрирует, что с точки зрения системы обязательного медицинского страхования, мы вообще далеко не в центре, и не должны быть в центре, в центре должен быть человек, возле человека должен быть врач, и у этого человека есть свой клиентский путь к врачу, в результате которого формируются медицинские документы, и именно они уже должны служить основой деятельности финансового органа, органа защиты прав граждан, прав пациентов, которым является сегодня система обязательного медицинского страхования. То есть, опосредованно к основной деятельности система обязательного медицинского страхования должна учитывать застрахованных лиц, для того, чтобы все могли одинаково и правильно идентифицировать пациента в системе, должна обеспечивать мониторинг проведения мероприятий, должна обеспечить возможность удобного и качественного сопровождения пациента по его траектории общения с медицинскими организациями, должна обеспечить возможность оценки качества медицинской помощи, ну и, конечно же, организации расчетов за оказанную помощь. Результатом всех этих действий, операций, совокупности медицинских данных, совокупности финансовых данных должны, конечно, стать аналитические модели, которые позволят в дальнейшем планировать, прогнозировать, оценивать и корректировать возможные решения, которые необходимы нам в будущем. Исходя из этого посыла, конечно же, и функциональная карта информационной системы, которую мы сейчас в самом начале, правда, пути, но, тем не менее, мы должны четко понимать, куда мы идем для того, чтобы корректно проводить и последовательно работы. Поэтому, вот еще раз, общая функциональная карта выстроена, исходя из этих тезисов, этих постулатов. Я чуть позже остановлюсь на нормативно-справочной информации, но, тем не менее, это та основа, которая всегда должна быть, и должны мы иметь в виду, что это как язык. Когда Бог, говорят, разозлился на людей и решил сделать им плохо, Он, собственно, разъединил их языки. И люди перестали понимать друг друга. И вот эта система НСИ, которую мы закладываем в информационную систему, как раз та база, которая должна объединить всех и всю информацию позволить работать потом и с большими массивами данных, и с конкретными медицинскими данными. Это у нас такой базовый, фундаментальный слой. Если мы посмотрим вверх экрана, то увидим сервисы для наших застрахованных и увидим важнейшие тоже аспекты – это информационное сопровождение застрахованных. А для этого также, чтобы это информационное сопровождение было эффективным, конечно же, необходима полная информация, поэтому персонифицированный учет в системе ОМС, тот цифровой профиль, о котором тоже уже упоминал Павел Сергеевич Пугачев, который строится относительно единого полиса застрахованного лица и накапливает историю его общения с медицинскими организациями, является как раз основой и в том числе для сопровождения пациента по его траектории. Ну и если говорить, опять же, о финансовом аспекте, конечно же, это расчеты за медицинскую помощь, финансовое обеспечение, аналитическая отчетность. Ну это такое архитектурное отступление. А вот теперь, если чуть более подробно остановиться на нормативно-справочной информации, это не столько даже, может быть, справочники, сколько глобальные реестры, которые должны стать едиными для всех участников системы здравоохранения. И прежде всего, конечно же, это единый реестр застрахованных лиц, это те наши 145 миллионов застрахованных, которые ежедневно, ежемесячно, ежегодно посещают медицинские организации, и они абсолютно у всех должны быть одинаково идентифицированы. Это реестр медицинских организаций, которые участвуют в данном случае в системе ОМС. И я хотела бы тоже отметить, что в этом году мы перешли уже на единый централизованный реестр медицинских организаций. Тяжело, сложно, с большими вопросами, но, тем не менее, почти 10 тысяч медицинских организаций сегодня вошли в единый реестр. При этом мы совместными усилиями с территориальными фондами, с самими медицинскими организациями провязали всю информацию о них. И относительно федерального реестра медицинских организаций, относительно реестра лицензии Росздравнадзора, относительно государственного адресного реестра, для того, чтобы мы четко понимали адреса оказания медицинской помощи все вместе и одинаково. Это было очень сложно, но, тем не менее, это состоялось, и на сегодня все учреждения, которые планировали участвовать в системе ОМС, на 2022 год такие заявки подали, и эта информация у нас сложилась. Я хочу отметить, что реестр федеральных медицинских организаций, который ведет Минздрав, пополнился почти на 2000 частных медицинских организаций, которые традиционно не считали необходимым заявлять о себе в этом реестре, поскольку, ну, собственно, это никаких дополнительных льгот или преференций им не давало. А сейчас требование наше о том, что в системе ОМС должны участвовать в том числе организации, которые о себе заявились и в соответствии с законом должны быть в федеральном реестре медорганизаций, позволило в том числе и пополнить этот ресурс, и сегодня у Министерства здравоохранения, думаю, тоже это такой достаточно серьезный плюс по пониманию круга медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи. Ну, я каждый, наверное, не буду сейчас комментировать, но что важно, применение единых нормативно-справочной информации ресурсов и реестров позволяет, конечно же, формировать более чистые базы данных, позволяет давать пользователям те умные подсказки, о которых тоже уже было сказано, и не ошибаться при формировании информации, возможность классифицировать все объекты в системе для последующей удобной их обработки. Ну, я не буду тоже долго останавливаться на медицинском документе, уже как догма звучит во всех выступлениях, что все-таки основой всей информации в любой информационной системе для любых процессов должен стать электронный медицинский документ, и уже достаточно много сегодня медицинских документов оцифровано, работа над этим продолжается, и основной акцент ведется именно сейчас. И если мы достигнем такого уровня, что большая часть электронных медицинских документов будет соответствовать единым стандартам, то, конечно же, это позволит снять издержки из медицинских организаций и позволит более четко проводить экспертизу качества медицинской помощи и расчет стоимости услуг, ну и, конечно же, анализировать эти данные и использовать их для различных функций. Я бы хотела сейчас немножечко остановиться на тех функциях, которые уже реализованы при взаимодействии нами с федеральными медицинскими организациями, и показать, как сегодня наша внутренняя работа может быть проецирована на гражданина. И хотела бы отметить, что мы сегодня с Министерством связи и массовых коммуникаций, по сути, завершили тестирование новых сервисов. И если вот вернуться к клиентскому пути относительно федеральных клиник, то в соответствии с порядком направления на медицинскую помощь в федеральной клинике у нас пациент записывается к врачу по месту жительства, врач по месту жительства при необходимости направляет пациента в федеральную клинику, и врачебная комиссия федеральной клиники должна рассмотреть решение и принять решение о госпитализации. Так вот, в момент фиксации этих сведений из информационной системы ОМС сегодня направляются на единый портал госуслуг информация о том, что направление создано и подано на рассмотрение в федеральную клинику, и она становится онлайн доступна человеку в личном кабинете. После того, как врачебная комиссия приняла решение, эта информация также направляется к гражданину, и после госпитализации информация о том, что завершилась госпитализация, также будет направляться к гражданину в единый портал государственных услуг. Я скажу, что мы с Министерством связи три месяца назад провели полную сверку и связали информацию о полисах обязательного медицинского страхования для каждого владельца личного кабинета на ЕПГУ. Поэтому на сегодняшний день такие информационные сообщения будут поступать тем гражданам, которые изъявят свое желание получать информацию о данном виде взаимоотношений с федеральными медицинскими организациями. Кроме того, сегодня стоит задача в рамках той же диспансеризации, о которой уже сегодня упоминалось. Результаты диспансеризации, которые сегодня также централизованно ведутся, были направлены в личные кабинеты граждан, чтобы они могли подтвердить, ознакомиться с результатами диспансеризации и хранить у себя эту информацию. Что еще важно в рамках той работы, которую мы проводили, если говорить о диспансеризации? Впервые сформированный перечень лиц, которые должны принять участие в диспансеризации, одинаково сегодня доступен и страховым медицинским организациям, и медицинским организациям. И самый большой, пожалуй, такой эффект, который мы получаем от такого ведения информационного ресурса, это возможность оценить, а, собственно, сколько проинформированных страховыми медицинскими организациями непосредственно пришли в медицинскую организацию для профилактического осмотра или диспансеризации. Ведь раньше мы собирали отдельно статистику, сколько страховые компании проинформировали граждан, и это было, ну, сама по себе у нас в федеральном проекте установлены показатели, и нам важно выполнить эти показатели. А сколько этих граждан пришло, и эти ли граждане пришли, к сожалению, невозможно было такой учет вести. Так вот сейчас это стало понятно, доступно, и мы видим, что вот на старте, когда мы этот учет подняли и ведем, мы видим пока существенное расхождение, что информируем мы одних, приходят в медицинскую организацию другие, но это важно было понять и оценить, и сегодня совместными усилиями именно точечно настраивать систему таким образом, чтобы информирование стало более эффективным, чтобы информировали мы человека и побуждали его к приходу в медицинскую организацию для профилактических осмотров, и добивались того, чтобы он пришел. И мы говорим о том, что вообще хорошо было бы, если бы процент тех людей, которые приходят на диспансеризацию, от проинформированных в целом достигал, ну как минимум 30%. Сегодня я вам скажу, что по углубленной диспансеризации пока такой процент держится на уровне всего 3%. То есть 3% проинформированных пришли в клиники, при том, что пришли в клиники гораздо больше непроинформированных, ну и, соответственно, проинформированные не дошли. То есть вот это вот, я это называю спушки по воробьям, то есть мы вроде как выполняем функции, а результата, к сожалению, не достигаем. Ну и если говорить уже о сегодня опять же упоминавшемся искусственном интеллекте, то в рамках формирования системы обязательного медицинского страхования мы видим искусственный интеллект как такого трехликового цифрового ассистента. Почему трехликового? Потому что в трех направлениях мы сейчас формируем свои планы по внедрению искусственного интеллекта. Первое, это то, о чем я уже говорила, это информационное сопровождение застрахованных лиц. И здесь абсолютное место искусственного интеллекта в виде голосовых помощников, различных подсказчиков. То есть это большой пласт проблем и времени, которые можно передать цифровому помощнику и освободить человека, страхового представителя, для того, чтобы он уже действительно мог принимать те решения, до которых искусственный интеллект, может быть, никогда и не дорастет. А сегодня, к сожалению, люди, которые являются страховыми представителями, вынуждены отвечать на самые такие, ну, тривиальные, что ли, вопросы. Как получить полис? Куда обратиться за медицинской помощью? А вполне, еще раз повторюсь, все это могут на себя взять цифровые помощники на основе искусственного интеллекта. Второе направление работы – это, конечно же, проведение экспертизы объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи. И здесь тоже мы уже в проекте, мы сформировали датасет на основе тех счетов, которые поднимаем мы в рамках федерального проекта по онкологии. И у нас сегодня вся база по онкологии есть. И мы вот с Тиграном Гайковичем уже придумали три схемы для применения искусственного интеллекта в рамках оценки и проведения экспертизы качества медицинской помощи. До конца года должны мы отпилотировать эти результаты. И я думаю, что это тоже даст определенные эффекты, как в оценке не только сроков и объемов медицинской помощи, но именно и качества тоже этой медицинской помощи. Ну и третье, это, конечно же, расчеты. Найдется там тоже место искусственному интеллекту, чтобы облегчить нам всем труд над, в том числе, финансовыми операциями. И завершая, конечно же, такой массив данных, которые сегодня имеют территориальные фонды, федеральный фонд, это миллиарды, сведения о миллиардах, 8 миллиардах, если быть более точными, страховых случаев, которые ежегодно обрабатываются в системе здравоохранения, в системе обязательного медицинского страхования, могут служить и должны служить источником принятия дальнейших решений. И важно, чтобы эта аналитика, когда мы научимся, сумеем и обретем те инструменты, которые планируем создать, позволяла нам применить их в том числе и при формировании программы государственных гарантий, чтобы не наугад или не на основе тех или иных фактических данных мы планировали программу, а чтобы это можно было и проектировать с различными сценариями развития, и обосновывать, и наиболее эффективно расходовать финансовые ресурсы в системе здравоохранения. Спасибо. Спасибо, Елена Евгеньевна. И я коллеги.